Продолжение следует... Виртуальный мир эти проблемы создаёт. Он пробуждает в нас самого страшного врага. Имя ему – страх. Он выбирается из подсознания и захватывает нас целиком. Страх становится изощрённее, тот же, коварным. Виртуальный мир переплетается с реальным. Это становится наваждением. Мы начинаем подозревать и бояться абсолютно всех и вся. В наших друзьях или прохожих на улице чудятся зомби, мутанты, сбесившиеся психопаты и инопланетные твари. И спасение только одно – знать, к чему готовиться. Мы расскажем обо всех опасностях электронной вселенной. Вы узнаете о самых страшных преступниках, самых кровожадных чудовищах, самых загадочных закоулках и самых шокирующих убийствах по ту сторону монитора. Вы поймёте – видеоигры – это не игрушка. Это отражение человеческой сущности, коварной и жестокой. И стоит ненароком заиграться, как виртуальные злодеи переберутся через экран. В пути и программа – страшно интересная десятка самых ужасных и отвратительных чудовищ виртуального мира. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня вы познакомитесь с десятью самыми леденящими кровь чудовищами виртуального мира. Животный страх, мрак и бочки крови – в хит-параде самые страшные нечисти, что поджидает вас по ту сторону экрана. Закованная в вечные льды планета IDN3. Человек здесь чужак, его тут никто не ждёт. В Лост Планет он лишь колонизатор, пытающийся приспособиться. Но на его пути встали настоящие хозяева замороженных просторов – Акриды. Огромные членистоногие стремились во что бы то ни стало уничтожить непрошенных гостей. И это у них с блеском получалось. Всё тело Акрида – сплошной военный арсенал. Лапы с зазубрами, шипы во все стороны и непробиваемый защитный покров. Однако несметные полчища гигантских безобразных насекомых всё же уязвимы. И, теряя конечности под градом пули ракет, они оставляли людям кусочки своего тепла в виде таких вот термолепёжек. Ими-то колонизаторы и грелись в снегах под ледяным ветром. Переным членистоногим жителям холодной планеты мы отдаём 10-е место. Древняя Греция. Здесь боги сходили с ума, а гигантские чудовища сейли смерть. Больше всего дикий страх в рыбаков вселяла мифическая гида. Эта тварь сотнями пожирала людей и не давала покоя самому по сей дому. И справиться с ней простым воинам было не под силу. Угадены три головы на толстенных чешуйчатых шеях. Одна голова кровожадней другой. Гидра обладала богатым запасом смертельных выпадов и приёмов, нацеленных на то, чтобы сделать из героя крупные чейства и решетон. Та самая большая голова, возвышающаяся над двумя остальными и ревущая, как исчадие ада, была особенно ужасной. Она с лёгкостью рассекала напополам корабли средних размеров. Было достаточно одного взгляда на неё, и по спине бежали мурашки. Битва с этой исполинской морской змеёй была уделом героев. Гидра казалась непобедимой. Максимум, что ей можно было причинить, так это лёгкий нокдаун, за которым следовало восполнение сил. Требовалось немало сноровки, терпения и сил, чтобы насадить гадину на обломок мачты и тем самым победить её. Гидра из God of War занимает девятое место нашего хит-парада чудовищ виртуального мира. Мир был на пороге Армагеддона. Виной всему стала загадочная испанская секта, члены которой называли себя Лос Иллюминадус. Это существа, жившие в неестественном симбиозе с древними организмами, которые они добровольно впустили в себя. В каждом заражённом безумце рос эмбрион мерзкой твари-щупорцей. Живущим в человеческих телах тышнотворным биоформам были чуждые жалости, сострадания и другие высокие материи. Зато желание распространить споры инфекций по всей Земле было хоть отбавляй. Бороться с вирусом было страшным и опасным делом. Риск заразиться очень велик. Да и прикончить мутанта было непросто. Стоило отстрелить осатанилому крестьянину или монаку голову, как из его шеи тут же вырастало отвратительное сплетение червяков с глазами, и побоище продолжалось. Ярость этих мутантов не знала границ. А в финале эта гадость воплотилась в свою конечную форму. В огромную, безобразную амебу с одним глазом и длинными щупальцами. Тогда-то и потребовался весь арсенал оружия, запас мастерства и самообладания, чтобы прикончить её и не сойти с ума. Бесформенное ископаемое зло из Resident Evil 4 крепко зацепилось за восьмое место в нашем рейтинге. На этом мы прервёмся, чтобы перевести дух. После рекламы вы убедитесь в том, что травка может превратить человека в монстра. Вы узнаете, какое вселенское зло ждёт своего часа в самых тёпных уголках Земли, и кто самый живучий паразит во Вселенной. Всё это в страшные и тресные десятки ужаснейших чудищ виртуального мира. Просьба убрать маленьких детей от экрана телевизора. MTV предупреждает. Программа содержит сцены жестокости и насилия и настоятельно рекомендуется для просмотра родителям несовершеннолетних геймеров. Игры, упоминаемые в программе, имеют возрастные ограничения и не предназначены для людей с неустойчивой психикой и моложе 18 лет. Они совершенно не боятся людей. Они их ненавидят. И так было всегда. Они молниеносно убивают человека при любом удобном случае. Они среди нас. Достаточно включить компьютер. Мы продолжаем обратный отсчёт кит-парада самых кровожадных чудовищ виртуального мира. Обычный, на первый взгляд, американский колледж. Таких тысячи. Но только здесь обитали бешеные зомби. Всё началось с появления в этих краях чёрного цветка мартифилии. Растение обладало необычным свойством. Стоило понюхать его соцветия, и споры превращали людей в чудовищных зомби. Спустя короткое время этот американский колледж стал мрачным логовом беснующихся мутантов, гадких зубастых слезняков и прочей пакости. Двуногие, дико ревущие громилы с подобием осьминогов вместо головы подстерегали и набрасывались на школьников, сохранивших человеческий облик. Их проворность была неведомо человеческой. Они уничтожали всё на своём пути. Мутанты имели лишь одно слабое место. Они патологически боялись света. Мощный свет фонарей обращал их в бедство, а солнечные лучи так и вовсе превращали в пыль. Правда, чёрные цветы и мартифилии по-прежнему цвели в тех местах. А значит, на смену исчезнувшим тварям приходили новые, ещё более ужасные. На седьмой строке нашего хит-парада зомби из Апскю. В своём доме в Рельехе мёртвый Ктулху спит, ожидая своего часа. Это заклинание иступлённо твердили адепты божества Ктулх. Это громадина с головой Сминога, телом человека и крыльями дракона. Легенда гласила, что однажды, когда звёзды примут нужное положение, страшный город Рельех поднимется со дна Тихого океана и Ктулху проснётся и будет убивать и метаться по всему миру. А пока этого не произошло, всем заправляли слуги Ктулху, люди-рыжи. Эти берзилы с когтистыми лапами в ожидании прихода осьминогоголового господина наводили ужас на местных жителей. К счастью, у полуры-полулюдей очень низкий искусственный интеллект. Буквально стоя в двух шагах, они не видели человека. И стоило в драке с ними чуть поубавить пыл сражения и отойти чуть подальше, монстры тут же разворачивались и уходили. Поэтому в хит-параде чудовищ виртуального мира они занимают лишь шестое место. В начале времен Господь сотворил мир и потратил на это пять дней. И решил Всевышний создать существо по образу и подобию своему. И создал его, но не вложил в его тело душу. И стало это существо источником величайшего зла. И называлось оно перворождён. И было оно одновременно слишком красивым и ужасным. Создателю оно настолько не понравилось, что он заточил его в глубины подземелья. Но каждую тысячу лет перворождённый разбивал оковы и выбирался на поверхность. Вместе с ним выползали на свет Божий всевозможные адовые твари, а само время словно сходило с ума. Земля покрывалась кровью и бесчисленным количеством обезображенных тел. И каждую тысячу лет несколько смельчаков бросали вызов перворождённому и его приспешникам. Древности этим занимались монахи. Позже это были очень одарённые люди. И каждый раз неимоверными усилиями им удавалось победить самых жутких демонов и загнать перворождённого в подземелье. Но лишь на тысячу лет. На пятом месте прочно обосновалось ужасное, злобное и бездушное божье творение из Джерико Клаева Баркера. Некогда благополучный курортный городок Сайлент-Хилл после серии ужасающих событий приобрёл свою альтернативную потустороннюю реальность. Она была соткана из страхов и фобий жителей городка. Туманные улицы параллельного Сайлент-Хилла населили странные и страшные создания. Самый загадочный и зловещий из них пирамида Галлоу. Жуткий палач и неуязвимый монстр вселяющий цепенящий страх. Впервые пирамиды Галлоу появился безмолвно стоя в тёмном коридоре отеля за металлической оградой. Позже это странное существо ещё не раз возникало на улицах и в домах проклятого городка. Поведение пирамиды Галлоу было невозможно предсказать. Он исчезал так же неожиданно как и появлялся а мотивы его всегда оставались неизвестными. Палач представлял собой воплощение зла этого города с тёмным прошлым. А породил его вероятнее всего Джеймс Сандер парень который приехал в эти края по зову его покойной жены Мэри. Ему предстояло увидеть как пирамиды Галловой неоднократно убивает Марию девушку очень похожую на Мэри его супруг. И всё это для того чтобы дать понять Джеймсу что он сам виноват в смерти жены. Таинственный судья даже несколько раз нападал на самого Джеймса но никогда его не убивал отчего молодому человеку становилось ещё страшнее. Глубоко философский и от этого ещё более жуткий пирамиды Галловой прочно обосновался на четвёртом месте нашего ужасного списка. Как выглядит тройка самых страшных чудовищ виртуального мира вы узнаете после рекламы. Вам также станет известно кто способен ждать своего часа сидя под потолком сколь угодно долго чтобы в нужный момент откусить человеку голову. Кто носит звучное и красивое имя но приносит только несчастье смерть и разрушение целым народу. И наконец кто правит балом всей нечистой силы на планете. На самой тёмной стороне силы презрительно ухмыляясь и злобно оскалившись вас ждёт тройка самых ужасающих монстров виртуального мира. МТВ предупреждает Программа содержит сцены жестокости и насилия и настоятельно рекомендуется для просмотра родителям несовершеннолетних геймеров. Игры упоминаемые в программе имеют возрастные ограничения и не предназначены для людей с неустойчивой психикой и моложе 18 лет. Ужасающие создания с именами и без звериный рыб истеричный шёпот искрежет зубов в тройке самых кровавых созданий виртуального мира вы познакомитесь с теми кто убивает без всяких эмоций и напротив пылает страстью к смертям вы увидите тех кто правит злом и тех кто верно ему служит в эфире программа страшно интересная десятка самых чудовищных созданий виртуального мира идеальные убийцы совершеннейшие паразиты космическая саранча род чьё поколение насчитывает не одну сотню тысяч лет во вселенной а количество особей не поддаётся исчислению чужих казалось что в глубинах космоса они были всегда никто так и не знает откуда они появились но при встрече хотя бы с одним из них об этом никто не задумывается от них не стоит ждать пощады чужие не задумываясь убивают потому что так им приказала их королева матка они готовы были ждать подходящего момента для нападения годами законсервировавшись в каком-нибудь укромном уголке и стоило их добыче обозначить себя в пределах досягаемости несчастное человеческое тело кромсалось на куски ужасными лапами правда в исключительных случаях чужой оставлял жертву в живых но лишь на время до того момента пока его детёныш отложенный в тело пленника не начнёт вылупляться и не проломит изнутри его грудную клетку и хотя существовали способы как перехитрить и одолеть эти шипящие безжечь и зубастые и хвостатые проклятия космоса в большинстве случаев победа оставалась за чужими они по праву занимают третью строчку хит-парада самых отвратительных чудовищ виртуального мира но вот мы и подобрались к богам ибо кому же как не им быть во главе всего даже если речь идёт о зле здесь тоже есть свои боги и их могущество простому человеку непостижим знакомьтесь лорд разрушения родной брат Мефистофеля и самого дьявола Диабло Баал главный злодей Диабло 2 по преданию за свою жизнь он сотворил столько зла что в великие магии решили заточить его в камне души но Баал оказался настолько велик что при попытке сделать это камень разлетелся на куски подлый и коварный для него не существовало никаких правил он творил только то что хотел и пожинал свою кровавую жанру войска Баала затмевали солнечный свет и не знали поражений во все времена никто точно не знает сколько невинных душ загубил Баал но одно известно точно сама планета мала до того чтобы вместить все зло которое живет в нем и постоянно вырывается на руки в нашем хит-параде он почти на вершине кто же выиграл кровавую схватку за право называться самым темным пугающим и безумным терзателем человеческих тел вы узнаете об этом через минуту а пока в последний раз посмотрим на тех кто вырывал бьющиеся сердца жертв и пожирал их на месте до смерти пугая одним только видом кто заставлял стынуть в жилых кровь зловонным дыханием на десятом месте гигантские насекомые из мира Lost Planet которые без сожалений истребляют людей и оставляют их замерзать на снегу девятое место шумно завоевала трехголовая гидра из God of War рептилия высотой самую высокую мачту и ревом сбивающим снов на восьмом месте в испанской глубинке засела органическая форма жизни из Resident Evil 4 готовая проникнуть в кого угодно и превратить во взбесившегося мутанта седьмое место занимают монстры Obscure порождение таинственного черного цветка который молодежи совершенно не стоит употреблять в пищу на шестой строчке покоится спящим мертвым сном на дне океана повелитель видений неуравновешенных людей осьминоголовый Ктулку с его шустрой рыбьей братвой пятое место за мерзопакостным созданием из Джерико который был первым человеческим существом на земле а ныне заточен в ящике в другом измерении четвертое место отдано ужасному и загадочному пирамидоголовому из Сайлен Хил Палачу вечно преследующему виновных в чужой смерти на третьем месте притаились искрежащие зубами чужие которым жалость чужда как и сама человеческая природа второе место занимает самый настоящий бог Паал из Диабло 2 Лорд оф Дистракшн средний брат из трех главных божеств зла коварный и деспотичный пришла пора узнать победителя этого бесчеловечного состязания он по праву носит титул самого ужасного и беспощадного создания виртуального мира и так холодный и враждебный Марс в недрах которого открыт портал в сам ад и в этой вселенской жаровне живет владыка буквально кипящей яростью и ненавистью ко всему живому он был огромен как гора и страшен как дьявол кибердемон из мира Дум-3 делающего нормальных людей заиками он жаждал захватить наше измерение открыв постоянный проход называемый дырой ада князь тьмы с огромной ракетной установкой вместо правой руки властелин самых страшных тварей летающих женских голов разъяренных гормышц с кулаками отвратительных полуящериц полусобак двухголовых ползающих теней и целой армии прочих многоглазых бурдалаков и зомби с гранатометами его боялись его ненавидят ему бросали вызов но безуспешно единственное оружие способное победить его куб души который кибердемон спрятал глубоко в лаве преисподни это позволяло ему сеять хаос по всей земле кибердемон на вершине нашего хит-парада чудовищ виртуального мира а это значит что кровь будет литься рекой и мир ждут самые дьявольские изуверства сегодня мы взглянули в лицо десяти самым ужасающим созданием виртуальной вселенной теперь дрожь в коленках станет вашим постоянным спутником ваши поджилки будут трястись вечно арнавия тебе танк т бром арнавия такие 誰 м Şey д ан discover